М-Хай решил попробовать сделать вот такую деталь. Не претендую на точность обработки, но поверхность попытался сделать. Эта деталь состоит из конуса вогнутого, конуса выпуклого. Сектора одинаковые. Радиус рассчитывается из размера сектора. Сколько градусов идет он. И четное число должно быть. Вогнутый, выпуклый. Вот, что у меня получилось. По чертежу дает две окружности. Этот инструмент идет по вогнутому конусу, а вот это и вот это идет по выпуклому. Она получается даже больше смещена на выпуклом, чем на вогнутом. И теперь, если эту фрезу и радиус фрезеровки сместить на угол сектора, то мы получим эту окружность и этот радиус. Поэтому работать можно вот с этой картинкой. Что у меня тут получается? Р1. Это стартовый размер по иксу конуса. Р2. Шаг фрезеровки по иксу. Сколько он будет заглубляться. Третий конец. Р3. До сюда будет. До нуля нельзя. Там уже фреза не поместится. Поэтому тут дырка есть. Р4. Добавка. Вот R4. Р4. Чтобы можно было постепенно загружаться в мясо, смещаем инструмент правее. Правее. Ну, больше, чем на радиус инструмента. Это будет расчет на R15. Р5. Р5. Сектор. Р6. Радиус инструмента. Р7. Это оси конусов, расположенные на одной поверхности, на одной плоскости, горизонтальной. И до этой горизонтальной плоскости, вот этот размер, от нуля по Z. Ну, у меня, как обычно, Z – это верх детали. Не всегда, конечно, но стараюсь. Теперь R7. Поправка идет на R7. Коррекция. Это из-за того, что мы работаем по G19. И там, по предыдущим роликам, надо смещать по оси Z на радиус инструмента. Вот я так и делаю. Потому что у меня здесь везде пути рассчитываются для центра шарика. А если по ним пойдет кончик инструмента, то картинка не получится. Смещаем на радиус инструмента. R14. R14 рассчитывает количество повторов по всей окружности. R15 – это вот этот. Включаем G19 – это ось инструмента X. Да, кстати, ни Хайденхайн, ни Фанук так делать не может. По G19 Фанук и Хайденхайн вращают в плоскости G19, G17, G18. Синомерик вращает вокруг той оси, которую выбираем мы. Поэтому я включаю G19, а вращаю вокруг оси Z. Это стартовый Z. Вот этот вот 0. R16 рассчитывается радиус фрезеровки для обогнутого конуса. А R17 для выпуклого. Это вот этот радиус. Ну или вот этот R17. Зациклено это здесь по X. А вот это у меня тут идет только два прохода. Метка 1. Вот первый идет. Вогнутый радиус. Вот здесь идем. Поворачиваю на величину сектора на градусы. Р5. И обхожу выпуклый. Это уже по G2. И теперь повторяется столько раз, сколько мы тут рассчитали на все 360 градусов. Это вот этот. Обошли по кругу. Инструмент поднялся на Z22. Рассчитали новый X. И пошли на повтор. Теперь с новым X. Вот и все. По программе. По симулятору. Здесь у меня заготовка забита очень маленькая. Потому что если с ней обработку ввести, она будет вся изрезана инструментом. И чтобы этого не случилось, я просто включил путь фрезы. По нему будем судить по отработке. Вот фреза ходит. И когда она будет на той стороне, она вот порезала. Даже такую порезала. Большую. Вот что получилось. Шаг большой. 10. Будет видно зеленый цвет. Я еле щурюсь. Смотрю. Вот так на вид. Вроде все чистые переходы идут. Там есть и большой излом. Потому что мы вогнутый радиус обрабатываем с одним углом. А потом разворачиваем программу на другой угол. И поэтому вот в точке смыкания там будет небольшой излом. Но на детали вряд ли это будет видно. Там плавный переход должен быть. Потому что даже тут по бэкплоту плавный переход. Так что сказать точно, что получилось, не могу. Но судя по пути инструмента, получилось то, что надо. Это поверхность. Поверхность. И теперь просто можем мы не 30, например, сделать, а 15. И он отработает. Что получается? Это декоративная поверхность. Можно делать. Это декоративная поверхность. Можно делать. И стыкуется вроде хорошо. Нету разрывов. И ступенек никаких нету. Как начинает, так и продолжает. Все совпадает. В принципе, можно и не все окружно сделать. А сколько вам надо? Вот тут у меня проходы эти идут. G3, G2. Это один сектор. И вот тут-то или за комментарий, тогда будет только один сектор и второй сектор. Или можно вместо P сделать там 2, 3, 4 прохода меньше, чем вот здесь получается. Correction. Repeat. Вот. Хорошо. Можно и на 180 градусов сделать эту пелеринку. Ну, тут больше не пелеринка получилась, а жабо. Слишком все глубокое. Ну, а помельче сделаю в другой программке. Все. Все. Всем удачи. Может быть, кому-нибудь пригодится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok